Зеленский подписал закон о мобилизации. Китай соглашается на мирную конференцию, а польские фермеры снова напомнили о себе. Обо всем этом поговорим подробнее. В эфире Нехта самая важная и интересная новость. Женщины, заключенные в России, больше подвержены пропаганде и поэтому идут служить в армии. Женщин довольно много завербовано. По крайней мере, мы знаем о пяти колониях, где они завербованы. Румынские фермеры протестуют, потому что правительство забирает у них дождь. Я просил остановить работу противоградной системы до тех пор, пока не будет проведено исследование того, как они влияют на осадки. Шольц договорился с Си Цзиньпинем все за мир и все против войны. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китай несет повышенную ответственность за мир во всем мире. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайк, не забывайте про кнопочку суперспасибо, чтобы нас поддержать. И не забывайте подписываться на наши каналы. Это все очень важно. Поехали. Президент Украины подписал законопроект об изменении правил мобилизации. Через месяц после подписания закон должен вступить в силу. Он существенно меняет правила. Там предусмотрен ряд ограничений для уклонистов и нарушителей воинского учета. Законом срочная служба меняется на базовую военную службу сроком на пять месяцев в мирное время и на три в военное. Убирается статус ограниченно пригодных и многое другое. Но главное, все военнообязанные должны в течение 60 дней уточнить свои данные в ТЦК. Закон прошел конституционную проверку и свою оценку уже получил от омбудсмена. Говорит, это лучшее, что мы могли предложить. На мой взгляд, теперь процедура выглядит максимально демократично, без принуждения. Все военнообязанные должны пройти процедуру, в частности, проверку своих данных в реестре. И после этого те, кто не будут выполнять нормы закона, будут попадать под действие, опять же, демократических принципов в нашем государстве. Это ТЦК обращаются в органы НПУ. И исключительно органы нацполиции, открывая уголовное и административное производство, занимаются лицами, которые не выполняют действия принятого закона. Тем временем в России продолжается вербовка на контракт для того, чтобы не объявлять мобилизацию. Об этом в своем отчете пишет британская Минобороны. Вполне вероятно, что многие из завербованных не профессиональные солдаты, а рабочие мигранты. И их заставляли воевать под ложным предлогом или предлагая финансовые стимулы. Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации. И, учитывая значительные потери РФ, необходимо продолжать изучать все возможности вербовки, чтобы поддерживать высокие темпы притока людей. Ну и не прекращается набор на контракт заключенных, как мужчин, так и женщин. Правда, на фронт их уже не очень спешат отправлять. Ну, вы знаете, за женщин взялись впервые вообще поздней осенью в декабре, даже, наверное, еще 22-го года. Это первые были женщины заключенные, отправленные на фронт из колонии в Снежном. Снежной – это ЛНР. Это была самая-самая первая отправка. А сейчас, на сегодняшний день, женщин довольно много завербована. По крайней мере, мы знаем о пяти колониях, где они завербованы. Но отправки на фронт нет довольно давно. То есть вербовка есть, а отправки нет. И это связывает с принятием окончательно в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный кодекс, закона, который уже вносят, собственно, в кодекс, и сам процесс вербовки, он отменяет помилование. Китай хочет провести мирную конференцию, но только если в ней примут участие представители и Украины, и России. Об этом сообщает центральное телевидение Китая. Правда, в своем сообщении оно не называет войну войной, а только конфликтом на территории Украины. Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Выступает за своевременный созыв Международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных вариантов. И готов поддерживать тесную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами. Правда, несмотря на это, на встрече китайского лидера Си Цзиньпина с немецким канцлером Олафом Шольцем, Китай согласился принять участие в швейцарском саммите, который пройдет без России. Китай и Германия поощряют и поддерживают усилия по достижению мирного политического урегулирования в Украине и готовы поддержать тесную и активную связь для проведения встречи на высоком уровне Швейцарии и других соответствующих международных мировых конференций в будущем. Китай и Германия совместно призывают к противодействию применению или угрозе применения ядерного оружия. Мы выступаем против нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты. Договорились, получается, про все. Про мир, про влияние и даже про голод. Будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, Китай несет повышенную ответственность за мир во всем мире. И слово «Китая» имеет определенный вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию, чтобы Путин, наконец, прекратил свою безумную военную кампанию, вывел свои войска и закончил эту ужасную войну. Мы также согласились с тем, что Китай и Германия хотят поддерживать и поощрять усилия по установлению мира в Украине. Мы готовы и дальше позитивно координировать свои действия по поддержке конференций высокого уровня Швейцарии и других будущих мировых конференций в этом контексте. Мы также призываем надлежащим образом решить проблемы достаточного снабжения продовольствием в мире. Производство и экспорт зерна не должны быть затруднены. Голод не должен стать оружием. Китайский лидер призвал сосредоточиться на общей ситуации мира и стабильности, а не преследовать эгоистические интересы и уменьшить негативное влияние на мировую экономику. Протесты польских фермеров продолжаются. Накануне были заблокированы все пункты пропуска на польско-украинской границе, и только во вторник ближе к вечеру был разблокирован один пункт, как сообщает в украинской пограничной службе. По информации, полученной от пограничной стражи Республики Польша, во вторник в 13.50 по киевскому времени участники акции на территории Польши прекратили блокировать движение грузовым транспортным средствам перед пунктом пропуска Долгобичев-Угринов. Фермеры протестуют и в Румынии. В нескольких уездах страны они требовали отключить противоградовую систему, используемую для рассеивания облаков. Фермеры жалуются, что за последние годы урожайность резко снизилась после использования таких противоградовых ракет и утверждают, что они отгоняют дожди и способствуют засухе. В ответ власти заявляют, что отсутствие осадков никак не связано с противоградовой системой. Но фермеры все-таки собираются на протесты. «Последние четыре года мы страдаем от чрезмерной почвенной засухи, которая совпадает с запуском этих станций. Я просил остановить работу противоградной системы до тех пор, пока не будет проведено исследование того, как они влияют на осадки. Но этого не произошло». Европейский Союз потратит 3,5 миллиарда евро – это 3,7 миллиарда долларов – на защиту океана и еще на ряд инициатив от борьбы с загрязнением морской среды до поддержки устойчивого рыболовства и инвестиций в так называемую «голубую экономику» – устойчивое использование морских и пресноводных ресурсов для экономической деятельности. «Океан в опасности. Он большой, выглядит сильным, но на самом деле он хрупок и уязвим. Два месяца назад температура океана достигла рекордной отметки, что имеет серьезные последствия для биоразнообразия и морских хранилищ СО2. Мир стоит на пороге глобального массового обесцвечивания потенциально худшего в истории планеты. Я бы сказал, что океан нуждается в нас так же сильно, как и мы в нем. Но если быть совсем честным, мы нуждаемся в океане гораздо больше, чем он в нас. Ему нужны наши действия, действия по защите и восстановлению того ущерба, который мы нанесли». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, репостов, комментариев, жду вашего суперспасибо для того, чтобы нас поддержать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...